Добрый день, меня зовут Маргарита, добро пожаловать на мой канал и сегодня у нас новое видео. Сегодня я вам расскажу про все новости, которые у нас происходили в Испании в течение сентября 2024 года. Новостей было не очень много, то есть вернее, наверное, их было много, но я вам собрала такие, чтобы вам были полезные и интересные. Не очень много, но самое важное. Первая новость это то, что с 1 октября поднимается НДС ИВА. На базовые продукты питания, на базовые продукты питания. Как вы знаете, скидка была не на все время, то есть ее продлевали периодически и она закончилась 30 сентября. Но НДС не поднимает сразу на полный процент, а всего лишь навсего с нуля, то есть те продукты питания, которые были 0%, будут теперь 2%. Это такие продукты питания, как оливковое масло, фрукты, овощи, сыр, масло, засыпки, то есть рис, спагетти, макароны. То есть вот такие продукты, за которые мы не платили вообще НДС, сейчас мы уже будем платить 2%. А те продукты питания, которые были 5%, поднимаются на 7,5%. Так что теперь мы будем платить немножко больше. Вторая тема, о которой я хочу поговорить, о которой меня очень много спрашивают, о которой я уже рассказывала, это массивная легализация всех иностранцев, которые здесь находятся нелегально. Так как планировалось, что летом примут закон и будет массивная легализация всех иностранцев, которые здесь находятся нелегально, но до сих пор никаких новостей нет. Меня спрашивают, что же там, какая информация, будут ли, не будут, то есть что вообще, какая ситуация на данный момент. На данный момент никак не могут сойтись партии в решение таких нюансов, каких именно иностранцев нужно легализировать, каким образом это делать, что для этого нужно. Всем давать документы без разбора или нужен контракт, или на сколько контракт. Одни говорят, что давайте легализировать только тех, которые были до 2021 года. Другие говорят, нет, давайте те, которые до 31 декабря 2023 года. Другие партии говорят, нет, давайте вообще всех на данный момент, от всех, кто сейчас нелегально, вообще всех полностью, никаких контрактов, ничего, от всех давайте массивно легализовать. Но не все согласны, но в любом случае, вот недавно определились, что больше они уже не будут откладывать вот эти вот все, весь срок на поправки, на изменения, что уже все, давайте принимать. По идее в октябре должны принять уже сам проект закона, то есть какой он должен быть. И в конечном итоге до конца года должны принять сам закон и начать, и начаться массивная легализация. Каким способом это будет, как это будет, пока неизвестно, потому что там идет, нет, я так хочу, нет, я так хочу. Все партии не согласны, те говорят, нет, нужен контракт, или вы соединены семьи, или чтобы учились, а другие говорят, нет, зачем уже такие законы в плюс-минус есть, давайте всех уже просто на тех основаниях, вот есть нелегалы, давайте их, давать документы всем. Ну, в общем, никак не придут согласия, никак не придут эти ссылки, изменения, поэтому пока конкретной даты и когда это будет, еще неизвестно. Еще одно правило, которое вступило в силу, это правило мобильных телефонов в учебных центрах. Разные регионы принимают по-своему, то есть некоторые регионы уже приняли давно эту норму, некоторые изменяют, но в Каталунии с этого года обязательно такая норма, что дети от 3-6 лет, это инфандин, и от 6 до 12 лет, это примария, вообще не имеют права приносить телефоны в школу. То есть ни на переменах не могут пользоваться, ни на экскурсиях, ни в столовых, если остается в обед, то есть просто они вообще не имеют права приносить телефон. То есть вышел из школы, пожалуйста, если родители разрешают телефон, но внутри школы, не просто там прийти, отключил, положил, достал там на перемене или достал там пока на обед, нельзя. Детям, которые от 6 лет, то есть это уже ЭСО, вернее от 12 до 16 лет, то есть период, когда идет второй этап образования, они могут приносить телефоны, но пользоваться ими как бы не могут, только могут пользоваться в педагогических целях, если учитель разрешит что-то посмотреть, какую-то информацию нужно найти или еще что-то такое. Но как бы пользоваться и включать телефоны нельзя, то есть пришел, выключил, вышел, включил, то есть такая. И те, которые уже учатся в системе необязательного образования, то есть это бачайрато, ФЭП, то есть колледжи, это уже на усмотрение центра. То есть для использования на уроках можно, а все остальное это уже как посмотрит центр, то есть разрешает, так можно, то есть только выключать. Ну, скорее всего, наверное, разрешают, потому что уже дети становятся уже не детьми, а более старше образа, более старше, соответственно, они уже понимают, когда можно пользоваться, когда нельзя пользоваться. Ну, и стараются, наверное, уже и с этими телефонами не сидеть на уроках. Вот, поэтому у меня много нас стали писать, потому что я эту новость опубликовала в Инстаграм и Фейсбуке, многие писали, а в нашей школе уже давно так, а мы уже давно так пользуемся. Школы по-разному, то есть особенно если частная школа или получастная школа, они свои нормы уже вводили, да, то есть не разрешали пользоваться, но сейчас они уже все усреднили. То есть это закон для всех школ, государственная, там, получастная, то есть именно такая норма, так что имейте в виду, детям в школу телефон до 12 лет вообще брать нельзя. Также еще одна новость для автономос, для имплядов долгар, для тех, кто автономос артистас или тех, кто проходит стажировку, появилось такое приложение, которое называется импортас, можно его скачать. И в этом приложении вы можете посмотреть свою регистрацию, альтас баха, скачать видолобраль, то есть сколько времени вы проработали, ваш стаж, загрузить какие-то файлы, посмотреть ваши отчисления. Ну то есть это именно такое приложение, именно для таких категорий лиц. Поэтому если вы входите в эту категорию, то скачивайте, регистрируйтесь и вы можете им пользоваться, то есть можете там посмотреть всю информацию про вас, запросить номер своего социала, там, какую-то альту сделать, баху, ну то есть все это намного быстрее будет. Кроме всех новостей, которые я вам рассказала, еще хотела сделать такое объявление, что если у кого-то есть свой бизнес, легально работающий, и вы хотите про него рассказать, дать интервью, про открытие бизнеса, про ведение бизнеса, про какие-то нюансы, расширить свою аудиторию, да, прорекламировать тоже себя в плане в том, что рассказать про себя, как вы открывались, какие-то нюансы, пишите мне на электронную почту, и мы с вами обсудим тему интервью, и я публикую это на своем канале. И я думаю, будет интересно посмотреть многим, как открывается бизнес, какие сложности в этом, и я думаю, что это будет интересная тема, интересное видео. И для тех, кто недавно сюда приехал, и для тех, кто находится здесь давным-давно. На этом все, я надеюсь, видео было интересным и полезным. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, я буду стараться на них отвечать. Если вам нужна личная консультация, пишите мне на электронную почту, которую я всегда оставляю под каждым видео, и мы с вами будем разбирать все темы и все интересующие вас вопросы. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, всем хорошего дня и до скорых встреч!